Легендарные и новые хиты на Радио Би-Эй. В нашей стране проходит радиоакция «Безопасный экспресс», которую представляет Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Ну, а всех остальных я приглашаю поучаствовать в акции, получить приятный подарок. Но это для тех, кто не только знает, но и выполняет правила безопасности. Вопросы простые, есть варианты ответов. Присылайте эти самые варианты к нам на номер 104 и 6 в виде СМС. Кто первый и правильно отвечает на вопрос, получает замечательный подарок. Сегодня это сумка для-ля-ля ноутбука. Вот вопросы. В школах Китая юного курильщика ожидает изнурительное наказание. Какое же это наказание? Вот варианты ответов. А. Тренировка на велотренажере. Б. Бег на полтора километра. И В. Мытье полов в школе. Как наказывают юных курильщиков в Китае. Присылайте ответ на номер 104 и 6. Пока послушаем хорошую музыкальную композицию, после чего подведем итоги. Безопасный экспресс радиоакции от Министерства по чрезвычайным ситуациям. Вопрос сегодняшнего дня. В школах Китая как наказывают юных курильщиков тренировкой на велотренажере, бегом на полтора км или заставляют мыть полы во всей школе? Правильно. Ответ. Тренировка на велотренажере. Абонент член начинается на 5, 5-6. Я поздравляю, вы получаете в подарок сумку от МЧС. Всем остальным напоминаю. Соблюдайте правила пожарной безопасности. При эксплуатации печного отопления во избежание отравления угарным газом закрывайте заслонку дымохода только после полного прогорания топлива. Заканчивайте топку печи не позднее, чем за 2 часа до сна. Радио Биэй. На 4,6 Тепан в Минске. Легендарные и новые хиты на Радио Биэй. Вот он, обещанный мной еще в прошлом часе, интерактив от МЧС в честь радиоакции «Безопасный экспресс». Есть у нас и замечательный подарок. Это сумка для ноутбука. Как мне кажется, вещь очень нужная и полезная в хозяйстве. Чтобы получить ее, достаточно ответить смс-кой на вопрос по традиции на наш номер 1046-1046. Кому как приятнее вопрос. Кстати, тоже довольно простой. Кто из русских царей в 16 веке издал указ о пожарной безопасности, который обязывал обывателей иметь средства пожаротушения в каждом доме? Вот варианты ответов. Иван Грозный, Борис Годунов или Федор Первый Романович. Присылайте ответы на номер 104,6 буквально через композицию перед гороскопом. Подведем итоги. Зимняя погода заставляет нас одеваться теплее, включать обогреватели. Позаводьтесь о том, чтобы тепло вашего дома было безопасным МЧС. Напоминает, уходя из дома, выключайте электрообогреватели. А в республике проходит радиоакция «Безопасный экспресс». Спасибо министерству по чрезвычайным ситуациям за вопросы и приятные подарки. Итак, сумка для ноутбука. За ответ на вопрос, кто из русских царей издал указ о пожарной безопасности, который обязывал обывателям иметь средства пожаротушения в каждом доме? Иван Грозный, Борис Годунов и Федор. Первый, Романыч. Правильный ответ Иван Грозный. Поздравляю абонента, чей номер начинается на 628. Вам достаётся сумка для ноутбука. Как её получить, я обязательно расскажу в виде смс-сообщения. Сейчас его пришлю вам на ваш номер. Ну а всем остальным пока гороскоп на завтра. Может, завтра повезёт. Давайте узнавать это прямо сейчас. От Бритни Спирс до зверей легендарные и новые гиты на Радио Би-Эй. В Республике проходит радиоакция «Безопасный экспресс», которая представляет Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики. Для Беларусь поучаствовать в акции, получить приз смогут те, кто не только знает, но и выполняет правила безопасности. Если говорить проще, то у нас есть подарок от МЧС в виде сумки для ноутбука. Есть вопрос с вариантами ответов. Всё, что нужно, прислать правильный в виде смс к нам на номер 104-6. А вот и вопрос. С помощью чего можно безопасно обнаружить утечку газа в квартире или доме? Вот варианты ответов. С помощью мыльной пены, с помощью поднесённой зажжённой спички, с помощью приклеенной желательной резинки. Варианты ответов присылайте на номер 104-6. Через несколько мгновений подведём итоги. Радио Пи-Эй. 104 и 6 ФМ в Минске. Итак, сумка для ноутбука. За правильный ответ на вопрос, с помощью чего безопасно можно обнаружить утечку газа в квартире или доме? С помощью мыльной пены, разумеется, правильный ответ. Абонент, чей номер начинается на 259, получает подарок от МЧС. Ну, а я всем напоминаю, что зимняя погода заставляет нас одеваться теплее, включать обогреватели. Так что позаботьтесь о том, чтобы тепло вашего дома было безопасным. МЧС напоминает, уходя из дома, выключайте электрообогреватели. От Бритни Спирс до зверей. Легендарные и новые гиды на Радио Пи-Эй.